Было тихое летнее утро, когда молодая девушка по имени Анна отправилась на прогулку по лесу. Она была беременна и находилась уже на последних неделях своего счастливого ожидания. Но этот прекрасный день превратился в кошмар, когда на Анну напали бандиты, желая сотворить непоправимое. Беременная девушка пыталась отстоять свое достоинство и отбиться от нападающих, но силы покидали ее. Она ощущала, как страх и отчаяние охватывали ее с каждой секундой. Но внезапно, из глубин леса, послышался рык, громкий и пронзительный. Волк, который находился неподалеку, услышал ее крики и, несмотря на свою дикую природу, решил помочь. Бандиты замерли от ужаса, когда перед ними встал огромный волк. Его глаза сверкали гневом, а его зубы блестели на солнце. Волк начал шагать на бандитов, выказывая им свою ярость и решительность. Они были ошеломлены и поняли, что им уже поздно убегать. Волк отеснил их все дальше от Анны, заставляя их отступить. Девушка, хотя и испытывала слабость от нападения, смогла подняться с земли и прижаться к стволу дерева. Она смотрела на волка с благодарностью и чувством безопасности. Она знала, что это животное рискует своей жизнью, чтобы защитить ее и ее нерожденного ребенка. Волк не отходил от девушки ни на шаг, охраняя ее как своего собственного потомка. Он оставался рядом до тех пор, пока не прибыли волонтеры из лесной охраны, которых Анна успела вызвать, пока бандиты были заняты с волком. Медленно, но уверенно, волонтеры приближались к месту происшествия. Бандиты, увидев приближающихся людей, решили убежать, поняв, что им нечего делать против такой силы. Волк же, уверенный в своей победе, оставался возле Анны, пока она не почувствовала себя в безопасности. Прибывшие волонтеры помогли Анне подняться и проверили ее состояние. Она была испугана и изранена, но благодаря волку ей удалось избежать намерений бандитов. Вместе с волонтерами они помогли девушке добраться до ближайшей больницы, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Волк следовал за ними до самой больницы, несмотря на присутствие людей. Он знал, что сделал хорошее дело, и в его глазах можно было увидеть гордость и доброту. Он оставался рядом с Анной до самого родов, давая ей силу и поддержку. Волк стал ее верным защитником и другом, и она никогда не забудет его доброту и отвагу. И вот настал долгожданный момент, Анна родила здорового малыша. Волк, будучи рядом с ней, радостно вилял хвостом, словно поздравляя ее с этой радостной новостью. Он дал ей силы, чтобы пройти через трудные часы родов, и теперь они могли праздновать эту счастливую встречу. Анна и Волк остались неразлучными друзьями на всю их совместную жизнь. Она с гордостью назвала своего прекрасного сына Вольфом в честь благородного и мужественного животного, которое совершило подвиг, спасая ее жизнь. Их дружба была не просто случайностью, она была искренней и глубокой, и они всегда будут хранить в своих сердцах этот важный день, когда Волк отважно заступился за них обоих, справедливо наказав бандитов и обеспечив Анне безопасную среду для рождения ее сына. С течением времени их дружба стала симбиозом, и они неоднократно доказывали друг другу свое преданное сотрудничество и взаимопонимание. Вместе они преодолевали трудности, радовались успехам и поддерживали друг друга во всех начинаниях. Анна и Волк создали настоящий союз, основанный на взаимной любви и уважении. Их история стала символом настоящей дружбы и доказательством того, что настоящие друзья всегда готовы помочь и поддержать друг друга. Несмотря на различия в их природе, Анна и Волк нашли общий язык и стали неразлучными спутниками жизни. Они защищали и оберегали друг друга, всегда были готовы протянуть руку помощи и подарить понимание. Их история стала знаком того, что истинная дружба не имеет границы и никогда не сдается перед трудностями. Вместе они пережили множество приключений и испытаний, их дружба только укреплялась в каждый новый день. Они понимали друг друга без слов и всегда находили поддержку и утешение друг в друге. Их связь была так сильна, что им не требовалось доказывать свою преданность и верность друг другу, они просто были там для друг друга всегда. Эта история напоминает нам о силе добра и защиты. Иногда помощь может прийти от тех, кого мы не ожидаем, и это показывает, что доброта и отвага искренне находятся в сердце каждого существа. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.